Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. По данным Самарстата, в прошлом году на каждые тысячу браков пришлось 707 разводов. Россия в целом вошла в тройку стран по количеству разводов. Не будем говорить о причинах и эмоциях бывших супругов, хотя об этом тоже поговорим. Но сделаем акцент на детях, которые становятся участниками этого процесса, как правило, против своей воли. В студии с нами сегодня психолог, специалист по родительско-детским отношениям Мария Терентьева. Здравствуйте, Галина. 70% разводов у нас в стране. Цифра огромная. И для всех участников этого процесса все-таки развод – это стресс. Но, как мне кажется, больше всего страдают дети, потому что их неокрепшая психика, скорее всего, не в полной мере может, в принципе, этот процесс переварить, как-то обработать. Вы, как практикующий психолог, что можете сказать по этому поводу? Действительно ли развод оказывает какое-то такое воздействие негативное на психику ребенка? И можно ли с этим сделать, чтобы как-то минимизировать этот процесс? Да, Галина, здравствуйте, уважаемые зрители. Действительно, сейчас институт семьи переживает кризис. Я бы сказала, что во всем мире это так. И образовалась даже такая тенденция считать развод чем-то естественным, чем-то нормальным. И даже вот прекрасная есть фраза о том, что родители должны быть счастливыми, и тогда дети тоже научатся быть счастливыми. Это правда так. Мы не можем научить детей тому, чего в нас нет. Но часто эту фразу применяют еще к контексту развода, как бы оправдывая свое взрослое решение. Мы хотим таким образом быть счастливыми. Тут очень важно отдавать себе отчет, что возможно для взрослых это в какой-то степени так. Но если в паре в этот момент есть дети, то для них вот это разделение, разъединение родителей может быть травматичным. И, конечно же, есть такое поведение родителей, которое может помочь детям адаптироваться, может помочь пережить, а главное понять, почему так произошло и как жить дальше. А может быть, наоборот, такое, может быть, незрелое, такое поведение родителей, которое, наоборот, скорее усугубит травмирующие обстоятельства. И вот сегодня хотелось бы как раз поговорить о том, как помочь родителям и детям пережить то, что им приходится пережить, то, что они не выбирали. То есть, получается, грамотная психологическая помощь, она как-то может направить в нужное русло родителей. Хотя, мне кажется, что вот в таком процессе всё у родителей в основном строится на эмоциях. Сложно включить сознание и как-то самим направиться в это правильное русло. Ну, это, правда, период сложный. По силе проживания развод считается, приравнивается к проживанию утраты, то есть к проживанию смерти близкого человека. Это действительно так. То есть старый мир разрушается, новый ещё не создан. И вот с этой неизвестностью надо что-то делать. И, конечно, часто взрослые тоже впадают в такое состояние, может быть, беспомощности, бессилия. И это нормально. И проживать разные чувства здесь связаны тоже нормально. Здесь важно вовремя искать помощь, поддержку. Благо её много. Психологическая поддержка без сомнений может помочь справиться. Даже если человек сам к этому идёт и сам хочет, в моменте может быть непросто. И психологическая помощь, конечно, может помочь. И особенно помочь выработать позицию, как об этом говорить с детьми. Как вести себя. И как не вести себя. Что же чувствует ребёнок в момент развода? Что происходит у него внутри? Как это выражается внешне? И я слышала о том, что если ребёнок себя плохо ведёт, то это призыв о помощи. Что это значит? Да, абсолютно точно. Даже есть такая фраза. Я очень её люблю. Не человек плохой, а человеку плохо. Это применимо и ко взрослым, и к детям. И, конечно, плохое поведение детей связано с тем, что они в моменте переживают очень много сложных чувств. Но давайте представим, что это. Конечно, это эмоциональная боль, потому что теперь непонятно, как будет дальше. Горевание, потому что то, что было, больше не будет существовать. Это может быть злость. Злость на родителя, который, по мнению ребёнка, виноват. Может быть злость даже на обоих родителей. Может быть злость на весь мир, в котором существуют разводы, в котором распадаются семьи. Или злость на то, что мне приходится это переживать. Некоторые дети начинают злиться на себя и винить себя, чувствуя, как будто бы причину в них. Так часто бывает в семьях, где было много конфликтов из-за воспитания детей или из-за детей. Конечно, здесь страх. Эмоция страха, да, от неизвестности, непонимания, как будет дальше. И вот это всё живёт в маленьком человеке, который ещё не отделяет, не распознаёт, не умеет распознавать свои чувства. И, конечно, если родитель здесь не помогает ребёнку пережить это событие, да, и вот пережить все эти чувства, об этом не разговаривает, не помогает, то они все, эмоции начинают бродить внутри. И выражается это и в драках, и в каком-то условно плохом поведении, что мы называем. Это может быть неуспеваемость в школе, потому что не до учёбы. Ну, невозможно думать о примерах, когда вот внутри вот это всё. Да, это может быть даже психосоматические проблемы, да, в том числе лишний вес. Ведь полнота телесная как будто бы может компенсировать неполноту семьи. Это очень тонкие грани, такие тонкие настройки души, да, но такое тоже есть. И поэтому, ну, действительно, может по-разному очень ребёнок проживать. И есть моменты, в которых родителям стоит начать беспокоиться и стоит, ну, помогать, да. Вообще помогать всегда, конечно, стоит, но где-то, может быть, с помощью профессионалов. А есть ситуации нормы. И вот, например, когда ребёнок злится, это нормально. И когда он боится, это тоже нормально. Да, это роль родителей, чтобы быть рядом, сесть рядом, разговаривать, объяснить, обнять, дать поплакать вместе, вместе позлиться, вместе погоревать, вместе подумать, а как будет дальше. И рассказать, как будет дальше, да. Не ребёнок это предлагает, а родитель, как будет дальше, объясняет ребёнку. Да, здесь важно дать ясность. Вот страх неопределённости, он лечится информацией. То есть дать понимание, что в семье останется по-прежнему, где ты будешь жить, кто тебя будет водить в школу, а что будет неизменным, да, что поменяется. И вот когда ребёнок может вместе с мамой или с папой злиться, ругаться, протестовать, плакать, да, это нормально. То есть чувства могут быть пережиты тогда, когда они реагируются. И вот позволять ребёнку реагировать, это поможет ему всё пережить. Конечно, нужно время, да, вот как раз, когда говорили, параллель со смертью, примерно год длится траур, да, такой внутренний. И примерно здесь тоже нужно время, чтобы дать это пережить. А вот насторожить родителей скорее должно такое поведение детей, когда, например, они становятся более покладистыми, начинают лучше помогать по дому или лучше учиться. Или делать вид, как будто бы ничего не происходит, как будто бы всё как было. Или, да, другая ситуация, когда начинает ребёнок поддерживать кого-то из родителей и говорит, да, всё правильно ты сделала, так и надо было от него уйти, да, или папа, это наша мама там. Ну, ты найдёшь себя лучше, да, вот когда начинает вот такую недетскую функцию выполнять. Вот здесь стоит насторожиться. Почему так? Что происходит в голове у ребёнка в эти минуты? В голове у ребёнка, да, то есть, когда, например, ребёнок, ну, такой более покладистый и более такой, ну, лучше начинает себя вести, да, скорее всего, им движет чувство вины. И ответственность своя собственная чувствуется за развод. И вот если я хорошо буду себя вести, начну лучше учиться, начну лучше помогать, может быть, тогда всё исправится, да, и всё изменится, и родители опять вместе будут. То есть начинает таким образом пытаться, ну, как будто бы искупить вину своим хорошим поведением, реабилитироваться, да, и чтобы родители вернулись друг к другу. А откуда это берётся? Почему вина? Ну, ведь мы часто виним наших детей. Там, ты сделал плохо, ты неправ, да, там, в чём-то. То есть вина – это очень привычное чувство для детей на самом деле. Это раз. А второе, ну, бывает так, что родители действительно говорят, это из-за тебя, да. То есть, ну, конечно, это редкий случай, но такое тоже бывает. Но ещё есть, конечно же, у детей комплекс всемогущества. Вот пока они маленькие, они умнят, что могут вызвать дождь, или если я о ком-то плохо подумал, то с этим человеком может что-то случиться. Да, то есть это свойственно просто, в принципе, маленьким детям винить себя и даже, может быть, не винить, а считать себя причиной каких-то глобальных событий. Вот. Например, когда ребёнок уходит в себя, дистанцируется и никаким образом не выдаёт, что он переживает, это тоже не есть хорошо, и родителям тоже нужно насторожиться. Потому что это не значит, что ему всё равно. Чувства внутри есть. Но значит, что-то такое во внешней среде, что ребёнку небезопасно их реагировать. Значит, он не может, например, маму о чём-то спросить, или при папе поплакать, или позлиться рядом с родителями. Скорее всего, такой ребёнок, ну, не чувствует себя в безопасности, когда он уязвим, когда он переживает. Да, и все эти чувства он начинает прятать внутри себя. Ну, они внутри, повторюсь, они есть. Да, и таким образом, ну, психосоматика, тело неотделимо от психики, конечно же, да, от нас, и может появиться психосоматика. Такие дети, например, начинают, ну, чтобы как-то справиться с тем, что у них внутри, ну, например, ковыряют себя как-то, царапают. Бывают случаи, что дети просто бьют себя головой об стену, например. Или режутся, режутся, да, сами себя режут. Даже такие бессознательные способы, как сломать руку или ногу, тоже сюда же. Да, это способ причинить себе боль. Ну, потому что через эту телесную боль тогда можно отреагировать в внутреннюю эмоциональную боль. А что с этим можно сделать, когда дошло до такого состояния? Ну, конечно, нужно сначала понять, что так случилось не просто так. Значит, дома нельзя было проявлять себя и чувствовать всё, что, да, ты чувствуешь. Повторюсь, что можно делать, чтобы этого не произошло? Говорить, разговаривать столько, сколько понадобится ребёнку. Обнимать его, говорить, что ты ни при чём. Это не из-за тебя, это наше взрослое решение, и ты с этим ничего не сможешь поделать. Давайте вместе злиться. Показывать, что мама тоже чувствует, и папа тоже чувствует, и тоже переживает. И вообще, что, как это чувствовать, реагировать, и переживать эмоции нормально. Что это, ну, нормально, это естественно, да. Вот. Если по какой-то причине родители не могут это обеспечить, такое тоже может быть, то, ну, грамотная психологическая помощь, там, детского психолога, это вполне будет уместно, где можно было через рисунок, через метафору, через игру прожить, прозлиться, проплакаться, да, погоревать, а потом, может быть, и помечтать. За всеми тяжёлыми чувствами скрываются какие-то и хорошие чувства тоже. То есть все чувства надо проживать. Да, все чувства важны. Все чувства важны, и не боятся чувств своих собственных, не боятся детских эмоций. Эмоция не длится вечно, нужно понимать, что если мы её даём прожить, ну, пять минут это продлится, ну, десять, ну, и больше не нужно будет. Как сообщить ребёнку эту новость? И зависит ли это от возраста? Потому что, ну, в каждом возрасте, наверное, как-то вот по-своему дети воспринимают эту информацию. Конечно, тут очень важно ориентироваться на возраст. Говорить то, что будет подвластно, да, ребёнку этого возраста. Ту информацию, которую он сможет переварить. Не нужно каких-то суперлишних данных и деталей, которые просто ребёнку этого возраста будут не под силу, да, не будут здесь останавливаться. Хотела бы сказать о том, что важно, не столь важно, что мы говорим, важно то, как мы говорим. Потому что 70% информации, вспоминаем, мы получаем из невербальных сообщений. То есть если ребёнок слышит правильную заученную фразу, да, которую мама выучила от психолога, например, но при этом у мамы дрожит губа, при этом она сдерживается, сдерживает слёзы, при этом она ёрзает, и ребёнок ощущает этот дискомфорт, который маме доставляет такой разговор. И, конечно, ну, он из любви к маме не будет хотеть продолжать его, да, или вновь об этом разговаривать, или к папе, конечно, тоже. Просто обычно мамы берут на себя такую роль. Вот. То есть важно то, как мы говорим. Важно быть в очень таком хорошем, ровном, взрослом состоянии, с пониманием, что это решение, да, это решение двоих взрослых, за него ответственность несут двое взрослых. И мы, ну, как будто бы ставим ребёнка перед фактом, как бы это ни звучало, да, но он на это никак не может повлиять. И здесь важно это тоже донести вербально или невербально, но донести это, да, что это решение наше. Конечно, лучше, когда разговор происходит вместе с двумя родителями, да, насколько это возможно, когда оба спокойны. Не как роботы, да, чувствуют и могут говорить тоже о том, что жаль, о том, что мы переживаем, нам тоже это не просто даётся, но мы знаем, что так будет лучше, мы верим в то, что так будет лучше для нас и, может быть, для тебя. Когда-нибудь ты, возможно, это поймёшь, да. То есть здесь важно, ну, вот в первую очередь, своё собственное состояние, в котором мы говорим. По статистике разговору о разводе родители уделяют 10-15 минут один раз. И всё. На самом деле, конечно, это недостаточно. И говорить стоит столько раз, сколько ребёнок спросят, столько, сколько понадобится. Пусть эта тема не будет запретной. Пусть у ребёнка будет возможность задавать вопросы, почему так произошло, а что будет, а что со мной, а как. Не бойтесь вопросов. Если чего-то не знаете, отвечайте, я не знаю, я буду об этом думать, буду решать, ну, находить решение. Мы с папой или мы с мамой подумаем, как это будет лучше сделать для тебя. То есть вы не обязаны знать всё и сразу. Важно, что ещё? Говорить правду. Дело в том, что вот в этой ситуации развода, да, привычный мир, он разрушается, мы уже говорили об этом. Старое перестаёт существовать. И опоры как будто бы нету. И у ребёнка тоже опора теряется. И важно говорить правду, потому что на правду можно опереться. Например, всё будет как прежде, но это заведомо неправда. Не будет как прежде уже. Что-то точно поменяется. И вот стоит тогда сказать, вот, знаешь, как прежде уже не будет. И это правда. Ребёнок в такой момент, у ребёнка доверие к вам вырастает. Потому что, ну, можно, конечно, в моменте сгладить углы, сказать, что всё будет хорошо, и всё будет как прежде, ты ничего не заметишь. Но потом разница станет очень большой. И, ну, ребёнок просто почувствует себя в небезопасности, рядом с вами, что вам нельзя доверять. Здесь обманули. Дальше, может быть, тоже обманут. И это проецируется на весь мир. Дети проецируют на весь мир, да, и весь мир небезопасный, если, ну, самые близкие меня обманывают. То есть говорить правду, конечно. И, повторюсь, давать больше конкретной информации. Вот прям вот что остаётся как прежде. Да? Мы живём в этой квартире. У тебя остаётся вот эта комната. Это твой стол. Это не меняется. Ты продолжаешь ходить в эту школу, например. Потому что могут быть очень разные вопросы. То есть даже вот такие детали важны. И стоит сказать, например, ну, как есть, да, там, папа тебя будет по выходным брать. Это поменяется. Мы больше не будем проводить время вместе. Мы больше не поедем в совместный отпуск. Да? Вот об этом тоже важно сказать. То есть прям побыть вот здесь, дать больше ясности своим детям, что поменяется, что нет. Повторюсь, это профилактика вот этого, ну, тревожности, да, страха перед будущим, страха перед жизнью тогда. Ну, и, конечно, что все вот эти пункты, если родители выполнят, это не гарантия того, что дети перестанут переживать. Они имеют право на любые свои реакции и проживать столько, сколько им понадобится. Да? То есть это не гарантия, что все будет хорошо. Они такие пришли, такие, да, мы все поняли, ну, вам так лучше, хорошо, я согласен, я согласен. Да? Расходимся с миром. Ну, не ждите такой несвойственной детям реакции. Конечно же, нужно им дать время прожить все это по-настоящему и по-детски, по-своему, да. А дети захвачены своими чувствами сильно. Они еще не умеют сдерживаться, еще не умеют выбирать, что чувствовать, что сказать. Ну, дайте им это прожить, и тогда все будет хорошо. Что же нельзя делать родителям? Ну, есть действительно то, что может только усугубить травму, да, и вот этот внутренний раскол в детях усилить. Конечно, ну, первое, это формально, да, не стоит менять фамилию и отчество ребенку. То есть ребенок имеет право носить фамилию, отчество своего папы. И вообще, стоит сразу отказаться от иллюзии, что можно найти отчима или мачеху, кого-то получше на роль мамы или папы, и вот он-то и сможет воспитать этого ребенка. Нет, самый лучший папа – это биологический папа. Этот человек может не нравиться женщине, как мужчина, или эта женщина может совершенно быть неприятной этому мужчине, да, но это мама и это папа. И тут важно, чтобы каждый взрослый это разделял. Расходятся двое взрослых людей, а мама и папа остаются у ребенка те, которые были биологические, те, чья кровь течет в жилах этого ребенка, те, чьи гены он носить продолжает, независимо от официального статуса супругов. Чего еще делать не стоит? Ну, конечно, не стоит искать поддержку в детях. Не стоит спрашивать, а как ты думаешь? А может быть, стоит? Вот у нас вот мы плохо живем с твоей мамой. Может быть, нам стоит развестись, да, например. Даже вот у меня в практике клиенты, которым было на момент развода 17 лет, 19, то есть это вроде бы как не совсем дети, да, это уже вот постарше, но они переживали это и вспоминают это сейчас как ужас ужасный, когда приходит мама и говорит, ну вот у нас с папой тут совсем плохо, может развестись, что ты думаешь по этому поводу? Это перекладывание ответственности. Это ставить ребенка перед невозможным выбором. Я кого люблю больше, да, как я могу против одного из родителей пойти в этот момент? Не стоит искать посредников в лице ребенка, да, то есть вот такую образовывать коалицию против одного из родителей. Повторю, это такой недальновидный шаг на самом деле, потому что да, в моменте, может быть, будет легче, но потом тот родитель, к кому присоединился ребенок, он будет испытывать злость к этому родителю, ну, потому что из-за тебя я не могу теперь любить второго, не могу теперь так же вот к нему принадлежать. Мне пришлось второму родителю сказать нет, да, а ведь любовь, она есть. Каждый ребенок любит обоих родителей одинаково. Это тоже, кстати, да, вот такое, кого ты больше любишь в любых семьях, это такой не очень корректный вопрос к ребенку, да, или на кого ты больше похож, на кого ты хочешь быть похожим. Ты наш, да. Вот важно понимать, что в ребенке поровну мамы и папы. И поэтому вот эти все коалиции, и папа нас бросил, мама больше нас не любит, вот такие фразы, они некорректные, они травмирующие, и стоит, прям вот стоит их избегать. А с кем ты хочешь жить? Не надо мнение спрашивать. С кем хочешь жить, это тоже такой момент выбора. Ребенок стоит перед выбором, с кем жить, да. И даже если он точно знает ответ, вот это вот такое против своего второго родителя, это тоже провоцирует на чувство вины, да, это отдаляет от него, и отдаляет и от другого родителя тоже, на самом деле. Вот, не стоит. Ну, может быть, уже в таком подростковом возрасте где-то, да, учитывать мнение, конечно же, можно. Но вообще решение, кто с кем живет, это решение взрослых людей. Они организуют быт, они, да, принимают решение о разводе, они принимают решение и все последствия, связанные с разводом. Соответственно, где кто будет жить, это тоже решение взрослых. Получается, детей не надо вмешивать в отношения между супругами, разгонящимися. Да, основная рекомендация как раз вот такой посыл, что это наше взрослое решение, да, ты здесь ничего не можешь изменить, к сожалению. Нам жаль, мы приняли это решение, ты ни при чем, да. И считается, что свободен для своей жизни тот ребенок, которому не нужно выбирать между мамой и папой. Делает его свободным для детской жизни, для познания мира, да, просто для, ну, просто для жизни на самом деле. Да, потому что вот этот выбор, он, ну, как будто перекореживает внутри. Да, и когда то, что было единым целым, отдаляется, разламывается, и, ну, за спиной уже нет той крепкой опоры, которая была, да. А дети, которые не обладают этой опорой, они очень подвержены. Они подвержены влиянию, они подвержены, ну, всяким деструктивным моделям поведения, да. И когда мы говорили о том, что еще может быть, вот, кстати, зависимость от гаджетов тоже может быть следствием, да, вот такого непережитого травматичного опыта развода, потому что в том мире виртуальном, в мире соцсетей, в мире игр, ну, гораздо интереснее, веселее, да. Там все как-то благополучнее, а когда я поднимаю глаза от гаджета, я что вижу? Родители, которые ругаются, которые не могут там договориться, да, лучше уж я опять нырну в телефон. К сожалению, это так. Есть ли какие-то рекомендации, как свериться с самим собой, то я говорю ребенку или уже за грани допустимого выхожу? Да, конечно, такие рекомендации есть. То есть вообще, прежде чем что-то сказать, стоит себя заметить, заметить свои чувства вообще, в каком я состоянии сейчас нахожусь и с какой позиции я это говорю. Я сейчас говорю как родитель, а функция родителей защищать, оберегать, да, заботиться. Или я скорее сейчас как с равным, и вот с равным с другом можно посоветоваться, да, с подругу можно как-то, вот с подруги можно вывалить какую-то свою беду, да. Ребенку все-таки не стоит это делать. Или я вообще наоборот какой-то беспомощности, и даже не знаю, как мне быть, и как жить, и как принять решение, и какое решение принять. И советуюсь тогда с ребенком. То есть здесь очень важно, да, себя отслеживать и вот спрашивать, да, а что этим я хочу вообще добиться? Вот что этими словами я хочу добиться? Такой модный вопрос сейчас, чтобы что? Я это говорю, чтобы что? Ну, понимать, что на том конце не взрослый человек, а ребенок, который, ну, подвержен таким, ну, который сам не знает, как ему быть, который в ужасе тогда, когда взрослый не взрослый, тогда, когда ему приходится решать какие-то совсем взрослые задачи. А куда же родителям девать свои эмоции и чувства? Можно ли их как-то проявлять при детях? Плакать, ругаться? Еще как-то по-другому эмоционировать? Ну, конечно, не стоит выяснять отношения бывшим супругам рядом с детьми все-таки, да, это слушать выяснение отношений, какие-то споры. Это все очень тяжело детям. Не знать, куда деться. И хочется закрыться. И опять же, да, здесь мир небезопасен. Самые близкие, между ними происходит конфликт, да. И это такой конфликт наружнее проецируется внутрь. Начинается конфликт внутри ребенка тоже. Свои чувства взрослым людям есть куда разместить. Это действительно, правда, непростой период. Для каждого взрослого тоже. И стоит, ну, искать себе помощь и поддержку. Стоит находить те компании, тех людей, рядом с которыми вам становится легче, где вы можете открыться, где вы можете поплакать, позлиться, что-то обсудить. Это могут быть подруги и друзья. Это могут быть родители, если к ним можно прийти со своей бедой. Не ко всем родителям можно прийти со своей бедой. Это может быть психолог или какая-то психологическая группа, где вместе, сообща, можно прожить что-то тяжелое. Но не рядом с детьми. Плакать при детях можно. То есть когда что-то рассказывают родители, сожалеют, конечно, здесь можно проявить чувства, если они есть. Но это не та, неудержимые какие-то слезы, то, что невозможно в моменте пережить. Когда это слишком сильно, значит, стоит это отнести куда-то еще. И я повторюсь, нормально не справляться, нормально чувствовать себя потерянной, нормально не знать, что делать, нормально злиться и плакать, и горевать, нормально чувствовать боль. Ненормально, когда мы это вываливаем на детей. Вот есть другие места. Мария, в завершении программы давайте подытожим все сказанное. И какое послание родители дают своим детям? Что главное говорить родителям, своим детям? Скажите своим детям, буквально, дорогой ребенок, нас с папой или с мамой не получилось. И нам очень жаль. Вот то, что было между нами, как между мужчиной и женщиной, закончилось. Но твоими родителями мы остаемся навсегда. Я остаюсь твоей мамой, я остаюсь твоим папой, и по-другому не будет. Ты ни при чем. Ты не виноват в том, что происходит. И никто не виноват. Тебе можно любить нас обоих. Ты навсегда остаешься нашим ребенком, и мы продолжаем тебя любить. Вот такие послания, они будут помогающими, они будут скреплять внутри то, что разъединяется в период развода. Спасибо большое, Мария, за беседу. В завершении программы хочется пожелать всем, кто проходит этот непростой в жизни период, быть бережными к себе и к своим детям. И помните, что можно и нужно просить о помощи. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова